Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наши беседы по посланию апостола Павла к кремлинам. И напомню, что в 13 главе, которую мы рассматривали в прошлый раз, мы видели, что речь шла о любви как совершенном исполнении закона. 14 глава послания к кремлинам продолжает, развивает и некоторым образом углубляет это свидетельство апостола Павла о любви как высшей ступени, как цели жизни христианина, как выражении существа жизни христианина и как самой совершенной добродетели. И вот углубляет 14 глава, это свидетельство апостола Павла о любви, именно принципиальным стяжании любви к качествам человеческого сердца, человеческой души, это то, что мы называем неосуждение. То есть пока человек не может, не сможет оставить эту особенность своего сердца падшего, эту особенность своего падшего ума и падшего же языка, человек не сможет стяжать любви ни при каких обстоятельствах. Это некоторый ключевой базовый принцип, без которого стяжание любви в принципе невозможно. И вот практически вся 14 глава послания апостола Павла к кремлинам посвящена этому свидетельству о том, как апостол Павел говорит, рассказывает о важности неосуждения. Но об этом мы поговорим в следующий раз. В центральном центре, в центре всей 14 главы послания к кремлинам находится свидетельство о некотором другом моменте жизни человека. Хотя оно включено, вот это свидетельство, оно включено в общий контекст 14 главы, вставлено в общее рассуждение о том, почему, для чего, как важно не осуждать ближнего своего. Тем не менее, мне представляется очень важным сначала поговорить об этом ключевом свидетельстве 14 главы послания апостола Павла к кремлинам, начиная с 7 стиха. «Братья, никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы, для Господа живем? Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли мы или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Это центральный с 7 по 13 стих. И, между прочим, я прочитал сейчас один из апостольских отрывков, который положено читать при совершении погребения, отпевания человека. То есть, когда церковь молится над усопшим, препровождая, провожая его в царство навстречу с Богом, в царство, где все подчинено Богу, провожая его в последний путь всей земли, сопровождая эти проводы, расставания очень трогательными песнопениями и очень важной церковной молитвой. Вот как раз этот отрывок апостольский и один из вариантов, который можно читать во время этого события, когда хоронит человека. И о чем говорит этот отрывок, важнейшими для свидетельства апостола Павла в этом отрывке являются слова «Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя». Христианин живет для Господа, как жена живет для мужа, как влюбленный живет ради своей возлюбленной, как воин живет за свою родину, для своего отечества, как слуга живет ради своего господина. Конечно, в наш век, который потерял практически все основные конституирующие моменты, которые определяли собой человеческую жизнь, бытие человека в мире, бытие человека в человеческом социуме. Вот все на самом деле основные принципиальные моменты, принципиальные несущие конструкции, определяющие нормальную жизнь человека в обществе, они разрушены, они потеряны. Я говорю в данном случае не про российское общество, а вообще в принципе про мировое общество. Разрушается все, ну хотя просто потому, что разрушается семья, разрушается семейные ценности, разрушается брак, отношения родителей, дети, отношения мужа, жена. Это в принципе ключевые для бытия общества такие социальные связи. Ну и дальше говорить можно бесконечно. Мы отвлекемся от темы священного писания. Так вот, и конечно нам понять очень трудно, почему слуга служил своему хозяину. Мы не понимаем. Мы не понимаем, почему жена хранила верность своему мужу, даже если он был не совсем хороший, даже если он был пьющий или ей изменял, или он погибал, а она продолжала его ждать. Мы не понимаем, почему родители любили своих детей, заботились о них, несмотря на то, какие недостатки или свойства, или характер у этих детей. И не можем понять, почему также родители уважали и могли поклониться в ноги своему родителю, своей матушке, хотя достигали несомненно большего социального положения, или получали какое-то особенное образование, или становились просто состоятельными людьми. Нам этого не понять. Для нас все это вот ушло почти в небытие. И если только немножко, будучи начитанными в классической русской литературе, вообще в литературе средневековой, европейской литературе, то мы еще что-то вот так, как через культуру, можем постичь некоторые вот эти, понять, почему так человек делает, но в наличном опыте нашей собственной социальной повседневности никто из нас таким практически не встречался, и никто не сможет понять, почему так происходит. Но тем не менее, вот действительно, слуга может жить всю свою жизнь ради своего господина. Не потому, что он боится этого господина, не потому, что ему больше деваться некуда, не потому, что у него просто нет никакой альтернативы, и просто так сложились обстоятельства, нет. Социальный мир древности не был кастовой организацией Индии, и на самом деле были альтернативы, но слуга заботился очень часто, хотя нам это и трудно понять, о своем хозяине и господине, потому что это хозяин и господин, потому что для него это было смыслом жизни, потому что по-другому он жизни себе мыслит не то, что не мог, он даже не хотел мыслить по-другому, для него это было сутью, сущностью его жизни, и образцы тому мы видим и в древней литературе, и в классической литературе нашей российской. Так вот по этому же образцу совершенного посвящения жизни другому и должна быть организована жизнь христианина. Но пусть мы не очень понимаем, как может слуга служить своему господину, нас убедили, долго и упорно убеждали, наконец убедили, что на самом деле все это было по причине давления со стороны власть имущих, по причине культурной необразованности тех, кто служили и кто были слугами. Но еще совсем недавно люди хорошо понимали, воспитанные на действительно неплохих образцах европейской культуры и литературы, они понимали, что значит отдать жизнь за свою любовь, за свою возлюбленную. И действительно мечтали о том, как бы вот таким образом мелькнуть на небосклоне яркой звездой, чтобы осветить жизнь своего возлюбленного или своей возлюбленной. Это было понятно, мы хотя бы так воспринимали, а как же еще иначе жить. Конечно, это все были романтические увлечения, все это было на самом деле гораздо дальше от жизни реальной и Богом намеченной для человека жизни, чем служение слуги своему хозяину и господину. Но тем не менее мы понимали, что жизнь может быть выражена именно как служение, и уж тем более мы хорошо понимали, что значит служить своей родине. Нас этому не только воспитывали, очень многие люди просто жили так, понимали так, чувствовали так, несмотря ни на что, и понимали, что жизнь только тогда имеет смысл, только тогда достойна звания и мужчины, и человека, когда она посвящена чему-то большего, чем он сам, когда он не себе служит, а заботится о высшем и большем. Поклонимся святому Господу Иисусу. Таким образом, человек, христианин, призывается всю свою жизнь посвятить Богу. Он живет не для себя, не ради себя, он живет для Бога и ради Бога. И сама смерть его, она и смерть для Бога и ради Бога. Это значит, что и жизнь, и вся воля должны быть отданы Богу. Это значит, что все в моей жизни, каждое движение, каждое время, каждое мгновение моей жизни должно быть посвящено ему, отдано ему. Так мы и живем, когда влюблены все наши мысли о возлюбленной, все наши движения, все наши чаяния, мечты, желания, даже обыкновенно, все свободное время, все деньги мы отдаем предмету своей любви. Точно так же слуга, который живет в доме своего хозяина, у него нет практически свободного времени, он каждый момент своей жизни выполняет волю своего хозяина и заботится о том, чтобы хозяину было хорошо. Как это и хорошо написано, например, в образе Савелича из «Капитанской дочки», когда он может забыть о себе совершенно, абсолютно, вплоть до того, что ему не важно, будет он жить или умрет, но он готов все отдать для того хозяина, которому он служит всей своей жизнью. Таким образом, от христианина требуется, чтобы он был послушен, то есть творил волю своего хозяина, своего Господа, ибо буквально слово «Господь» переводится на русский социальный язык, как слово «хозяин», и вся жизнь, вся воля должна быть отдана ему, готовность всегда быть послушным своему Богу. Собственно, это и есть некоторая база для смирения, для подлинного смирения. Смирение — это не только и не столько самоуничижение, как некоторые думают, так вот описывать себя в каких-то плохих, низких, негативных выражениях, это и есть смирение. Нет, на самом деле не это является базой для смирения, хотя у святых отцов мы наблюдаем и эти проявления, такие проявления, но они корнями уходили не из уничижения пред Богом, а из именно готовности исполнить всей своей жизнью волю Божью. И они видели, что всей их жизни, всего их усердия недостаточно, чтобы исполнить волю Божью. Они всеми усилиями собирались это сделать и видели, что они не могут исполнить все, как должны и как хочется. И в этой собственном ощущении неспособности быть во всем преданным своему Господу, который за них пострадал на кресте, и вырастало вот это представление о том, кто же мы такие на самом деле есть, как далеко мы, низко мы пали, и как разрушено все наше духовное, душевное и физическое естество. Но корень это именно готовность человека к послушанию Богу. Попросту говоря, что человек должен жить не для себя, а должен жить и служить своему Богу. Отсюда, между прочим, выросла эта замечательная, так сказать, максима, положение, определение, которое каким-то образом руководило жизнью русского человека в послепетровскую эпоху, даже тогда, когда религиозность, церковность, христианское сознание во многих представителей высшего света, светская культура, она стала угасать, вера стала теряться, но сознание того, что жизнь человеку дана для того, чтобы служить, сохранялось в русском человеке очень долго, сохранялось, между прочим, и в европейском человеке очень долго, даже после того, когда протестантизм разрушил фундаментальные корни церковности в европейском сознании. Но вот это представление о том, что жизнь как служба, жизнь как служение и служба по чести, не за деньги, не за славу, не за чины, а по чести, ради собственного самоуважения, ради того, что действительно совесть моя честа, я служил честно, я не посрамил своего имени. Вот это представление и в русском высшем свете, и в европейском сообществе, оно сохранялось очень долго. Это последние, на самом деле, последние отголоски правильной социальной позиции, корнями уходящей именно в евангельское свидетельство, вот именно в христианскую традицию. Но с другой стороны, из того положения, что никто не живет для себя и никто не умирает для себя, следует и то, что Господь есть владыка жизни, он есть царь, хозяин всей нашей жизни, он действительно есть единственный царь, он над всеми Бог, все подчинено ему. Это не мое частное дело, он объективно хозяин жизни, моей жизни, жизни моего ближнего, жизни моего дальнего. Он действительно есть Господь всех, он действительно царь мира, он действительно владыка жизни. Жизнь каждого человека, все это в его руках. Кто-то это признает, кто-то это не признает, но объективный факт, это именно таков Господь, Бог есть Господь и царь всего человека, над всем миром, над всеми людьми. Христианин – это человек, который осознал это для себя, понял это для себя, и поэтому в момент крещения из уст крещаемого всегда должно изойти исповедание, которое в наше время кажется некоторым анахронизмом, но только кажется. Крещающийся говорит, верую ему как царю и Богу, обязательно царю. Про Бога мы еще понимаем, но царь и свидетельство о том, что вере ему как царю не случайно. Царь – это тот, кто управляет всем миром. Царь – это тот, что гораздо важнее, кто управляет моей жизнью. Царь – это тот, кому моя жизнь отдана, кто моей жизнью должен владеть. Я теперь слуга моего царя, я должен творить его волю. Но и он, как царь, способен меня защитить от всех моих врагов. К нему я обращусь, когда со мной случится беда, когда будет какое-то нестроение, когда будет какое-то недоумение за разрешение всех своих проблем и вопросов, я обращусь к нему. Ведь он – царь, он сможет решить все мои проблемы, просто потому, что он – царь, он может. Но это то, что касается жизни. Вопрос в читаемом отрывке относится и к смерти. И вот очень важно понимать, что смерть человека, она тоже в руках Господа. Она всегда свершается только по воле Божьей. По крайней мере, мы совершенно точно это знаем по отношению к христианам. Канон, который читается в Родительские субботы, особенно тот канон, который читается в Месопустную Родительскую субботу, он приведен в богослужебных книгах в Триоде постной. И вот в этом каноне сказано, что на самом деле засвидетельствована церкви, что Господь предвидит и знает образ, конец, время и меру всяческой человеческой жизни. По крайней мере, всякого христианина. И совершенно точно всякий христианин знает, что смерть не бывает случайной. И в силу этого она не может быть глупой, она не может быть бессмысленной. Бессмысленной может быть жизнь человека. Смерть не может быть бессмысленной. Потому что за лицом, за фактом смерти человека всегда стоит хозяин этого человека. Всегда стоит его царь и его бог. Как говорится в Псалтире, Господне, Господне исходище смертное. Только он знает и он полагает этому конец. Он не может совершать бессмысленных и глупых вещей. И поэтому по отношению к смерти, по крайней мере, христианина, мы совершенно точно знаем, что всякая смерть имеет смысл. Он для нас скрыт. Мы его не понимаем. Но для того мы и молимся, особенно вот в эти нарочито назначенные церковью дни, называемые родительскими субботами, что мы в этот день вновь и вновь утверждаем себя в вере, то, что ничего бессмысленного в этой жизни нет, по крайней мере, то, что зависит не от человека. Что на самом деле есть смысл, мы его не видим, мы не чувствуем. Но свидетельство церкви о том, что в этом акте смерти, в этих обстоятельствах, приведших к смерти того или иного человека, есть смысл, есть значение, есть воля Божья. И надо увидеть за обстоятельствами тягостными, печальными, болезненными, страшными, эту премудрую, чуткую, любящую руку Творца. И тогда это примирит нас сначала с Богом, когда мы уверим, что жизнь управляется им, а потом и со смертью близкого, родного нам человека. Ведь потому мы и стали так недоумевать по поводу вот таких страшных событий, связанных со смертью. Потому и стала казаться нам бессмысленной и жизнь, и смерть каждого человека и человечества вообще, что мы на самом деле просто потеряли ощущение Бога. Мы отреклись от веры в премудрость, мы отреклись от веры в то, что Он над всем, и что Он есть Царь. Потому действительно все кажется бессмысленным, все кажется пустым. И отсюда такое количество обессмысленных жизней, которые заканчиваются, или которые скатываются, или в пьянство, алкоголизм, наркоманию, или в суицид. Потому что действительно только вера в Бога, только жизнь с Богом, ощущение Бога, и дает человеку осмысленность и своей собственной жизни, и осмысленность ее, казалось бы, бессмысленного окончания. Потому что в Боге ничего бессмысленного не может быть. И кроме того, Родительские субботы, поминовение всех усопших православных христиан, всех вступивших в Ним однажды в Завет, всех хоть имеющих хоть какую-то веру в Бога, вот служба Родительских суббот имеет удивительное утешение для всех, кто присутствует и внимает этим службам. Потому что Церковь свидетельствует, есть удивительная вещь, удивительная надежда в жизни христианина. Мы все плохие, никуда не годные, никчемные рабы Господа. Мы служим Ему плохо и нерадиво, но мы служим Ему. Мы не исполняем всего того, что Он нам велит, и очень плохо относимся к тем делам, которые нам поручают. Но мы не выходим из Его дома. Мы не воздеваем руки наши к чужим богам. Мы Его, считая Бога, да, это может быть и плохое оправдание при жизни, но это может быть великим оправданием при смерти. Потому что мы никогда, как говорит Псалтырь, как свидетельствует Исаия, мы никогда не поднимали руки наши к чужому Богу. Мы никогда и не хотели никому другому служить, но мы все-таки Твои рабы. Мы все-таки Тебе, в Твоем доме подвязались. И вот из этого свидетельства церкви, которая ходатайствует за всех подобных людей, слышится надежда, что может быть Он, как хозяин, как добрый царь, добрый хозяин, простит и примирит, как принял и простил благоразумного разбойника на кресте, который именно таким исповеданием и стяжал себе Царство Небесное. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде крестом радостному миру.